Премии, квартира и новые спортшколы. Губернатор наградил южноуральских олимпийцев денежными сертификатами. Для медалистки Татьяны Мининой приготовили особый подарок – собственную квартиру. Как спортсмены отнеслись к такой поддержке и как еще власти будут стимулировать развитие олимпийского спорта на Южном Урале, смотрите в сюжете. Яркий свет, вспышки камер и аплодисменты. К восторгам публики Татьяна Минина уже привыкла. В этом году челябинская тэквандистка завоевала свою главную награду – серебряную медаль Олимпийских игр. Но далеко не последнюю. За победу власти решили отблагодарить спортсменку. Подарки подготовили внушительные – денежную премию и квартиру. Сертификат на получение квартиры и денежных средств вручается Мининой Татьяне, серебряному призеру Олимпиады в Токио, заслуженному мастеру спорта под тэквандом. В честь страны и региона на соревнованиях в Токио защищали 8 южноуральских спортсменов – легкая атлетика, водное поло, гребля, теннис, бадминтон. К сожалению, общими усилиями в копилку сборной удалось принести лишь одну медаль. Несмотря на это, без внимания олимпийцы не остались. Всем спортсменам вручили денежные сертификаты. Вы молодцы. Мы вас очень любим. Мы, несмотря ни на что, в Олимпийские игры понимаем, насколько это непросто. Я считаю, что вы оказали выдающиеся результаты. В числе тех, кого сегодня чествуют и наши ватерполистки. Спортсменкам до заветной медали не хватило буквально чуть-чуть. Такая поддержка, считают участницы Олимпиады, не может не вдохновить на победы. Он говорит, что смотрел наши игры, это очень приятно. То есть, не так, что мы приехали, он такой, что за девчонки. Знаете, до мурашек то, что люди поддерживают и вообще очень переживают за твои выступления. Это приятно. Отметили премиями и работу тренеров. Ведь именно они помогли растить будущих чемпионов. Уже в следующем году в регионе намерены запустить программу «Земский тренер». Педагогов-спортсменов будут привлекать в сельские территории, чтобы развитие детского спорта было заметно не только в городах. Мы видим и знаем, что многие из них, особенно в сельской местности, просто такие подвижники, которые за, к сожалению, небольшую зарплату делают огромную работу. Поэтому программа «Земский тренер» очень актуальна. Как еще можно мотивировать спортсменов и улучшить условия для их подготовки, глава региона решил спросить у самих «Звезд вечера». Алексей Текслер провел с олимпийцами неформальное чаепитие. В предложении у южноуральцев масса. Для серебряной призерки Татьяны Мининой тема актуальна. Недавно губернатор лично побывал в спортшколе, где чемпионка начинала свою карьеру. Это, мягко говоря, не идеальные условия для тренировок. Мне кажется, до сих пор мозоли на ногах вот такие из этой школы. Этому залу мы все равно благодарны. Это еще пол, он уже много-много лет такой, а когда я сюда зашел, в этот зал, тут были прям дыры в полу. И мы занимались, какими-то резинками их прокладывали. У нас лучшая школа Олимпийского резерва «Карио» вообще в России. И у нас нет собственного зала. То есть мы тренируемся в разных залах, арендуемых. И это неудобно, так скажем. Нет специального оборудования, покрытия где-то специального нет. То есть бывало, что на деревянном полу тренировались. Сейчас здесь занимаются полторы тысячи детей. Но, по мнению губернатора, создавать условия для тренировок будущих олимпийцев нужно уже сейчас. У нас этот вид спорта развивался. Тем более мы с такой гордостью к вашей победе отнеслись. Все челябинцы и вас так встречали достойно и так далее. То есть мне кажется, это очень важно. Нам сейчас обратить внимание, дополнительное внимание на этот вид спорта. Пока у большинства олимпийцев в планах – отдых и подготовка к следующим соревнованиям. Правда, у поклонников спорта еще есть надежда на медали южноуральских паралимпийцев. Участие в играх примут пятеро наших спортсменов. Наталья Петрухина, Андрей Грещук, 31 канал.